Александра, когда меня спрашивают, есть ли чудеса, которые Бог делает в моей жизни, и хотела бы я поделиться ими, я обычно думаю, какие имена рассказать, потому что их очень много в моей жизни, слава Богу. Даже можно начать с того, что я могла дважды вообще не родиться. Когда мама узнала, что беременна, она забеременела сразу же практически после родов, то есть она родила мою старшую сестру и узнала, что беременна почти сразу же. И она хотела сделать аборт и уже пошла к доктору, уже ее положили на стол и в последний момент она передумала. И она мне недавно об этом рассказала, что оказывается, в этот момент моя бабушка молилась, чтобы мама не сделала аборт. И когда мама была мной беременна, отец очень сильно пил. Ну, вы многие знаете мою историю. Когда он напивался, он становился невменяемым. Очень агрессивный и часто избивал маму. И когда мама была там на последних сроках уже, он на нее бросался с ножом и говорил, что я сейчас убью тебя вместе с твоим выродком. И этого не произошло. И я думаю, что это Бог, который спас меня два раза уже тогда. И я думаю, что это Бог, который спас меня два раза уже тогда. Вообще жизнь была, конечно, достаточно непростой в детстве моем. В детстве моем животе не было много лесен. Мы жили в страхе. Потому что отец очень сильно пил и избивал маму. И когда я была... Я закончила пятый класс. Мы поехали в Беларусь к бабушке. Мы сами жили в России. И когда я закончила пятый класс, поехали в Беларусь к бабушке. И таким чудом произошло, что мы остались жить в Беларуси. Я тоже это чудо связываю с Богом, потому что, ну, как-то странно это вдруг произошло ни с того ни с сего без причины. Мама часто хотела уйти от отца, потому что было тяжело. Но не получалось, потому что у нее никого не было в этом городе. И он все время находил ее и возвращал домой. А здесь мы все вместе приехали в Беларусь к бабушке на лето. И мы поехали на шашлыки, отдыхали с палатками, с ночевкой. И у тебя мы направим шашлык из палатки. Мы были маленькие, но я помню хорошо эту историю. Бях мы маленькие, но сейчас много добре все вспомним эту историю. И ночью, когда мы уже спали, дети. И призну, что куда-то они зато вечером спахли. А мои родители и другие, там, взрослые, они, ну, выпивали, конечно же, шашлык кушали, все такое. Родители теми и другие устанавливались возрастные, разбирались, если напивали, едяли. И отец напился и лег спать. И по штамме сын напился и легнул до спи. А все остальные продолжали общаться в палатке, там дождь шел. Птички устанавливались, продолжали до упражнения. И одна из женщин начала моей маме жаловаться на своего мужа. И говорила, что я так ненавижу своего мужа. И моя мама в этот момент говорит. А ты думаешь, я навижу. И он это услышал. И рано-рано утром, часа три-четыре утра, он просто встал и уехал в Россию. И мы остались в Беларуси с мамой втроем. И это было чудо, потому что до этого мама пыталась уйти и не могла, а тут он нас как бы сам привез в Россию к бабушке и уехал. Да, и мы остались так жить в Беларуси. Я закончила школу, потом университет. А, кстати, про школу еще хочу. Когда я заканчивала школу, на выпускном мы пошли с классом отмечать выпускной. Ну, мы жили обычной мирской жизнью, мы были неверующие. Накупили пиво. И пошли в лес отмечать. И одна моя одноклассница, она не пила. Причем ее все, как всегда, уговаривали. Ну, там, ты нас уважаешь. И ничего не помогало, она все равно отказывалась. Я тогда на нее посмотрела и подумала. Как же так? Как так? Она веселее, чем все мы. То есть она самая веселая из нас, хотя мы выпили пиво, а она нет. И потом, когда я уже уверовала и начала ходить в церковь, я ее там встретила. И я поняла, почему она всегда была такая веселая и жизнерадостная. Потому что ей не надо было допинг. Она была с Богом, и поэтому она всегда радовалась. Хотя я была с Богом, и вы на гися радовала. Да, когда я закончила университет, я какое-то время работала, а потом я начала бизнес свой. А с некоторым временем работа, естественно, запущен свой бизнес. И я никогда ничем подобным не занималась. Никогда не сам себе занималась нечто подобное. Но очень сильно загорелась этим и прям была уверена, что все это дело всей моей жизни. Но почему-то у меня не получалось. Я вроде бы делала все правильно, как обучают. Но денег не было. А у меня была сложная ситуация. Особо много сложных ситуаций. У меня были долги, плюс съемное жилье. А с должах на другие хоры, и в зимах жилища поднаем. И я не знала, что мне делать и как быть. И не знаю, как водоправя, и как добуду. И однажды на одном из онлайн-обучений от нашего наставника я услышала такую фразу. И видныш на онлайн-обучение от нашего наставника чух следна эта фраза. Ну, чтобы помнил Господа, Бога твоего. Да помнишь свой Бог. Ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. За что-то то и тебя в усилии да получаешь богатство. И с тех пор я начала размышлять. И от тугава започных досимисля. О Боге. За Бог. И вот через этого наставника И через тоже наставник я произнесла молитву покаяния. Я пригласила Иисуса в свое сердце, в свою жизнь. Отказалась от рабства греха, как Геннадий говорил, да? И с тех пор моя жизнь очень сильно начала меняться. В первую очередь у меня пошел сверхъестественный прорыв в бизнесе. В бизнесе имах много голям успех. Я точно знаю, что это помощь Бога. А са сигурно знам, че твое с помощь на Бог. Потому что до этого самостоятельно у меня не получалось. За что-то преди твое самостоятельно не ми се получаваше. А когда я стала просить Бога о помощи, у меня все стало получаться. Започна да ми се получава. Это было такое самое первое чудо яркое. Потом пошел прорыв изменения в сфере отношений. Потому что после того, как я видела, как жила семья, как мой отец себя вел, ну, в общем, как жили мои родители. Я приняла решение, что я не выйду замуж. И все подруги вокруг был такой же негативный пример. И я не хотела так жить. И поэтому не собиралась вообще. Но когда я начала читать Библию, и я прочитала о том, какая должна быть семья на самом деле, как Бог это придумал. Я подумала, что так я хочу. И плюс я начала видеть христианские семьи. А започна да видишь там христианские семейства. И я видела, что да, вот так я хотела бы. И сипумислих да, така бихи с колодимым семейством. И Бог так все устроил, что молодой человек, с которым мы тогда встречались, сделал мне предложение. И Бог и направил все куда качи с человека, с кого-то со встречными, мне предложил. И может быть, я даже и не согласилась бы, я не знаю. И может быть, даже не бихся согласила, не знаю. Если бы до этого от разных людей я не слышала нужные слова. То есть Бог так все сделал, что я начала размышлять. А тот ли это человек, с которым бы я хотела прожить всю жизнь? И именно в этот момент Он сделал мне предложение. И точно в он же момент он мне направил предложение. Я сказала да. Я сказала да. И вот мы уже 4 года, да, Саша? Мы уже 4 года живем вместе. От 4 года не живем заодно. И ну я счастлива в браке. Я сам счастлива в браке. И это слава Богу. И слава на Бога. Почему я уверена, что это слава Богу? И за что сам сигурно, что и слава на Бога? Потому что до этого мы пытались строить отношения. За что-то придет вас, мы все учитывали, да изградим отношения с Александром. И у нас не получалось. Не, не все получалось. То есть мы постоянно ругались. То есть не постоянно сикарахме. Расходились. Постоянно кысахме. Потом опять начинали встречаться. После пак запожных. Опять ругались. Опять расходились. После пак сикарахме. Пак кысахме. И только когда мы начали жить с Богом. у нас отношения стали получаться. Следующее чудо это мой сынок. Потому что я честно не любила детей раньше. И я очень боялась беременность, роды. И Бог начал потихоньку менять мое сердце. Сразу я полюбила других детей. А потом начала думать, что может быть уже пора своего. Это было постепенно, поэтому я родила только в 29. Моих подруг и одноклассниц дети уже в школу пошли. А я вот только сейчас. И роды тоже были, можно сказать, чудом. Мне на УЗИ говорили, что у вас очень большой ребенок. И что у меня узкий таз. И сказали, что я не рожу сама и надо делать кесарева. И мне казаха, что я не родя сама, что трябва да се прави кесарево сечение. Я позвонила пастору, он врач все-таки. Аз се обадих на пастора, и он сказал, ты сможешь, все будет хорошо, сейчас будем молиться. И той каза, ты же можешь, что я наряд ниже молим. Ну и вот, смогла. Слава Богу. И это аз мужах. Слава Богу. Да. И еще самое классное то, что не только Бог помогает мне в моей жизни. А самое классное, это когда Бог говорит со мной. Когда Он меня ведет в нужном направлении. И вот совсем недавно случилась такая ситуация. И совсем наскоро случилась следующая ситуация. Я не буду рассказывать подробности, потому что и времени нет. Но так получилось, что у нас кое-что произошло в отношениях с пастором. И я на него обиделась. И я начала... У меня мысли в голове такие крутились. Что я думала, так, надо это прекращать срочно. И я начала просто молиться. Я попросила Бога. Пленила помышления в послушании Христу. И Бог начал говорить со мной. И Он мне начал показывать, в чем я была неправа. Мы же обычно других обвиняем. Но дело-то во мне было на самом деле, оказывается. И Он так нежно, ласково мне это показывал. И у меня даже не было чувство вины. Просто у меня было чувство огромной благодарности, что Бог открыл мне глаза на мои ошибки. И через это Бог так же показал мне еще одну проблему мою. Он показал, что в последнее время я полагалась на себя и на свои силы. То я мне показал, что в последнее время это такое счастье было целый день, как на крыльях летало. И недавно мне Ольга Жданович скинула классный тренинг по воспитанию детей. Называется «Воспитание в стиле Иисуса». И на этом тренинге я услышала о том, что когда ребенок себя ведет плохо, плачет, капризничает. Это не значит, что он плохой, ребенок. А означает, что ему плохо. И я как мать должна не ругать его, а должна наоборот показать ему свою любовь и поддержку. Это то, что делает Иисус. Он не ругает нас за то, какие мы грешники были или есть. А он любит нас. А то и не убитие. И он умер за нас. И то и умрял за нас. До того, как мы... Еще тогда, когда мы были грешниками. А то и не измей были грешники. И недавно такая случилась ситуация. И на скорости случаев у нас ситуация. У меня там произошли некоторые события. Плюс с мужем поругались. Ну, как-то вот все в одном. В случаях, если у меня события, плюс 20 из карих не сможете. Да, и мне было очень плохо. Я была расстроенная, злая. Не знаю, как... И случайно в этот момент я посмотрела в зеркало. И случайно вон за момент я увидела свое лицо. И я увидела свое лицо. И в гневе я не очень-то уж красивая, на самом деле. И в гневе я не со многих углов. То есть я сама себе не понравилась очень. А с лицей харесах изобшто. И я подумала, что легко любить человека, когда он красивый, белый, пушистый. А попробуй полюбить человека, который в гневе, который на тебя кричит, там ругается. Это очень сложно, мне кажется. И вот в тот момент, когда я была злая и рассерженная, я очень сильно нуждалась в любви. Чтобы мне кто-то сказал, не переживай, я все исправлю, все будет хорошо. Я тебя люблю. И если людям это сложно сделать, то есть тот, кто любит меня всегда. Даже если я злая и не очень красивая. И он всегда готов взять мои проблемы на себя. Об этом так и написано в Библии. Так я пишу в Библии это. Чтобы мы не заботились ни о чем, но все проблемы возложили на него, потому что он печется о нас. Да не все грижем за всичку, а мы возложим проблем эти все вверху него, за что-то, то есть грижи за нас. И если вы еще никогда не призывали Иисуса Христа в свое сердце, если вы хотели бы иметь отношения с той личностью, которая любит вас всегда, которая всегда готов поддержать, взять на себя ваши проблемы и делать чудеса в вашей жизни, я вам предлагаю произнести молитву вместе со мной. Это очень простые слова, но эта молитва она делает реально большие перемены в жизни людей. Точнее, Бог после этой молитвы начинает делать чудеса в вашей жизни. Поэтому я проговорю эту молитву, а вы повторите. Хорошо? Добре? Хотите? Дорогой Отец Небесный, скопи небесный татко, прости все мои грехи, прости всички теми греховы. Я признаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем за свой Господь и Спасителем. Войди в мое сердце, влез в мое сердце своим Святым Духом со святия Си Дух и пусть все в моей жизни будет по Твоей воле во имя Иисуса Христа в имя Туна Иисус Христос. Аминь. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Спасибо. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Продолжение следует...